здравствуйте дорогие мои телезрители и мои подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема суперфосфат простой двойной гранулированный аммонизированный встречали такие названия вот сейчас попытаемся разобраться во всем этом скажите мне пожалуйста как вы пользуетесь суперфосфатом я знаю как я видела это тысячу раз это у нас любимое занятие выкопать лунку под помидоры под картошку нам без разницы и сыпануть туда сначала перегноя потом золы потом суперфосфата но на всякий случай но так соседка сказала чего вы там такого то ничего страшного же не будет да будет милые мои хорошие знаете ли вы мои золотые головы садовые что на картофельном поле вы должны постараться с осени внести туда все что вы считаете необходимым а вообще-то то что нужно этому растению вы если перегной туда навалили а еще и куриный навоз можете да прям в чистом виде то весной при посадке картофеля вы понимаете вроде как где-то слышали что куриный помет там перегной это все-таки азот совершенно верно это азот причем злейший причем кислый и так почва кислая а мы еще закислили а суперфосфат к вашему сведению является физиологически кислым удобрением и он закисляет почву при попадании туда а вы вот взяли горстищу и в эту лунку для картофеля насыпали вы зачем это делаете а вы знаете какой расход для картофеля 3 максимум 4 грамма на одно растение и лучше бы если вы посчитали граммы например до 2 столовые ложки это где-то примерно грамм 50 будет потому что он достаточно легкий он не тяжелый не тяжелее воды по крайней мере и у вас получится 2 столовые ложки на квадратный метр вы что осенью то не можете внести это удобрение ведь суперфосфат то есть оксид фосфора который находится в его составе он несколько иначе ведет себя чем мочевина например чем а за фоска например там моих масса удобрений в составе которых есть и то и другое и третье есть химически смешанные удобрения а есть механически смешанные и называется этот туки когда встретить встретите название там фосфорный тук или там какой-то другой вы должны понимать что это просто взяли ну если название встречается да там азот калий фосфор значит гранулы того другого и третьего механически перемешали это и есть тук механически смешанные однако однокомпонентное удобрение и если вы осенью под перепашку внесите вы свой этот перегной да бог с вами но вы внесете по 2 столовых ложки суперфосфата а лучше если бы вы еще и смешали с теми удобрениями которые крайне необходимо и кроме фосфора вы знаете что фосфор он гораздо лучше усваивается когда рядом есть азот да представьте себе ну в навозе есть слава богу ну так вы под перепашку запустите этот фосфор этот оксид фосфора потому что фосфор все фосфорные соединения простой вообще очень плохо растворяется в воде водный раствор получить тяжело и двойной вы же сами пробовали вот так прямо как мочевин он никогда не растворится его еще растереть надо его еще кипятком залить надо так все вот эти суперфосфаты я их назвала вам до несколько видов они начинают работать на второй третий год так вынесите вы в почву так чтобы корни растений нашли потом уже начавшая свою работу этот фосфор эти удобрения и растение получало то что ему крайне необходимо для формирования клубней для усиленного плодоношения цветения и роста и так далее фосфор же не может один что-то сделать до корневую систему развивает хорошо так нам же надо еще соседей которые до удобрения которые заставят его делать то что растению надо разумно подходите к этому и запомните если уж кладете в лунку ну так уж пожалуйста три четыре грамма это половина чайные ложечки не надо бухать в лунку не глядя кто-то мне из вас написал еще на заре моей телевизионной деятельности что вы лопатами кидаете удобрения я лопатами да никогда такого не делаю я считаю что во всем должна быть мера а мера написано на обратной стороне пачки это же разработали специалисты ну чего вы тужитесь и делаете вид что вы умнее всех да нет растение вы не обманете природу тоже нет либо погубите либо не получите урожая вот поэтому очень тщательно и внимательно прочитайте сначала что в составе нужно ли то что здесь находится вашим растениям или не нужно знаете ли вы например сейчас я прочитаю знаете ли вы например что аммонизированный суперфосфат содержит большое количество серы и сульфата калия а вот сульфат это сера да вот сульфат калия всегда участвует у нас в осенней подкормки а именно этот состав прекрасно действует на крестоцветные растения помните да когда я говорю когда говорю что посадите капусту а перед тем как ее уже там опустить рассадину в лунку вы видите туда чайную ложечку безверха сульфата калия но я же правильно говорю я не могу в каждом сюжете объяснять почему это должно быть но примите это за данность ну ну нету слов у меня уже то есть посмотрите значит состава суперфосфата он всегда вот очень сложный сам суперфосфата это же не просто один фосфор там вовсе даже нет но там могут быть добавки всевозможные и понимая что борка же нужна для свеклы для картофеля посмотрите барафоска понятно да что здесь составе и бор и фосфор все присутствует к здесь и калий и азот то есть это уникальная как раз тот туг который крайне необходим растению для того чтобы она развивалась нормально я вот это все к этому городила чтобы как-то вас познакомить ну научитесь вычитать и научитесь думать пожалейте свой огород не надо ничего портить но на этом закончу всего доброго и до свидания